По данным СМИ, российские захватчики все чаще используют на передовой «Старлинк». В украинской разведке рассказали, что такие случаи действительно были зафиксированы. Как этот «Старлинк» появляется в распоряжении российских военных? Поговорим об этом с военным аналитиком Иван Ступак с нами на связи. Иван, здравствуйте. Приветствуем, Иван. Рад вас видеть. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Подтверждает разведка ЮСАВ и СГУР, что действительно зафиксированы случаи использования российскими оккупантами этих устройств. Объясните, пожалуйста, насколько это опасно для украинских войск. Ну и самое главное, откуда «Старлинк» берется у российских военных? Ну, смотрите, это сначала было наше преимущество. Наше преимущество, что украинские военные пользуются «Старлинком», сигналом, которого нельзя задушить традиционными средствами радиоэлектронной борьбы. И это позволяло нашим ребятам на передовой работать максимально эффективно. Да, там были сразу введены ограничения собственникам компании Илона Маска. И он запретил программным способом активировать эти устройства на территориях, которые не подконтрольны Украине. То есть нельзя было использовать их на оккупированных территориях. Вот сразу отрезали. Там, где официально Украина находится, да. Там, где оккупировала Российская Федерация, нет, был запрет. Сейчас ситуация вышла вообще в какой-то такой пике, и пока трудно до конца прояснить и объяснить. Стали появляться комплекты «Старлинк» у Российской Федерации в Луганской области. И, судя по карте покрытия, оккупированные районы Луганской области, они указаны на официальном ресурсе «Старлинка», что да, вот все здесь работает, все отлично. То есть это неприятно. В то же время падает скорость наших «Старлинков» в прифронтовой зоне, то есть там катастрофически. И Российская Федерация уже где-то там в отдельных направлениях хвасталась. О, здорово, украинцы не используют беспилотники, потому что у них «Старлинк» лежит, а у нас работает все окей. Как завозят? Опять же из официальных источников, но опять же полуофициальных. Это из Объединенных Арабских Эмиратов. Они то ли прошиты, не готовы сказать, технически не владея информацией. Активируют их уже в Российской Федерации, и они работают. Ну, я имею в виду как Российская Федерация. На оккупированных территориях Украина Российская Федерация активирует. Что интересно, что при всем при том, что вот зрада-зрада, да, все плохо, эта печалька, дисбаланс намечается, и преимущество Российской Федерации появляется. Отдельные российские комментаторы, которые понимают хорошо, ну, по крайней мере, заявляют, понимают на связи, разбираются. Они вообще не в восторге от этой идеи. Они очень даже сильно критикуют и утверждают, что рано или поздно российская сторона аукнется использование этих «Старлинков». Как они поясняют, что активируются они непосредственно на оккупированных территориях. Там есть сигнал GPS, активируется, ставится точка, и американская сторона имеет четкое представление об узлах связи, где эти комплексы активируются. Плюс российская сторона утверждает, что якобы американцы смогут в дальнейшем, и сейчас-то же уже, имеют возможность перехватывать разговоры, вернее, перехватывать те данные, которые передаются с использованием «Старлинка», и пока не прикрывают эту лавочку, только потому, что информация, которая идет, очень интересна американцам. Но, опять же, это все, я не скажу, домыслы, предположения российской стороны. Ну да, тут на самом деле такая, можно сказать, запутанная ситуация. Да, очень запутанная, непроясненная. Вот, кстати говоря, господин Маск отреагировал на заявление, в том числе и украинского ГУР, процитирую. В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает терминалы «Старлинк» России. Это категорически не соответствует действительности. Вот теперь самое интересное. Насколько нам известно, ни один терминал «Старлинк» не был прямо или косвенно продан России. Ну вот эта вот формулировочка, насколько нам известно, это, возможно, та самая история про Объединенные Арабские Эмираты, о которой вы говорили, да? Да, да, возможно, сейчас неизвестно. Вам попозже, может, станет известно, а может, не станет известно. Ну, слушайте, но это же не просто, когда продали, не знаю, там, беляши, и куда они поехали, непонятно, там, в Магадан или в Омск. Ну, это же «Старлинк», ну, все четко, ясно, где он активируется, где он работает, все предельно понятно. Вот линия разграничения с левой стороны, это добрые силы, с правой стороны, злые силы, вот, все, что справа, это незаконно. Возможно, Госдепартамент США повлияет на Илона Маска и заставит терминал отключить. Ну, пока не готов сказать. Иван, что касается поставок другой техники и оборудования из других стран, Северная Корея в последнее время все чаще, к сожалению, видим доказательства того, что северокорейские ракеты используются уже россиянами против Украины. Что об этом можно сказать, насколько это не опасно? И есть ли данные, возможно, о том, сколько чего уже приобрели? Не готов сказать. Опять же, все домыслы северокорейская страна отрицает. Опять, я не я, ракеты не мои, все классически. Насколько мы знаем, да, ракеты мы в России не поставляем. Можно так перефразировать. Но они есть. Вот Харьков на себе неоднократно испытывал северокорейские ракеты. Назывались там миллионы снарядов, которые идут в Российскую Федерацию. Это и афилийские, и минометные, и танковые выстрелы. Потому что еще раз, в Северной Корее есть оборудование времен Советского Союза, на котором сколько, 70 лет делали боеприпасы, к сожалению, у них есть преимущество в этом, у российской стороны. А у нас пока этого преимущества нет, и мы видим по возрастающему количеству, дисбалансу снарядов, которые есть у российской стороны. Буквально еще месяц назад Wall Street Journal делал аналитику и говорил, что Украина ежедневно выстрелит по России 2 тысячи снарядов. 2 тысячи. При том, что российская сторона выстреливает 10 тысяч. Это по Wall Street Journal. Европейцы вообще еще дают оценку гораздо выше. Это 20 тысяч снарядов российская сторона ежедневно выстреливает по украинским позициям. К сожалению, вот такие вот оси зла, или вернее, оси зла помогают России больше, чем многие-многие страны Западной Европы вместе взяты. А как вот мы прекрасно понимаем, что Российская Федерация и Северная Корея это не те государства, которые будут просто, так сказать, дружить друг с другом. Ну, в том плане, что Северная Корея наверняка России и Путинской помогают не просто так. В частности, есть информация о том, что в свою очередь Россия может предоставлять Корее Северной также некое вооружение для того, чтобы Северная Корея готовила в будущем некую агрессию против Кореи Южной. Вот как вы относитесь к таким разговорам? Есть ли тут реальное зерно? Реальна ли опасность? Сама военная агрессия или то, что они меняются стеклышки на бусинке? Сначала стеклышки на бусинке. Первый вопрос. Вопрос с ответвлением, возможно ли военная агрессия? Смотрите, вы правильно сказали абсолютно. Ну, никто просто так помогать не будет. Это не то, что вы с нами в одной лодке, мы братья генетически. Нет, конечно. Это же товарно-денежные отношения. Давай так. Я вот много раз говорил, вот еще раз в вашем эфире напомню, что Северная Корея – это не простаки. Северная Корея в 70-е годы стала автором и реализатором самой крупнейшей в мире афера с автомобилями. Вернее, с самого крупного года автомобилей, когда тысяча автомобилей «Вольво» были законтрактованы лошадьского правительства, поставлены в Северную Корею и по ним никогда не рассчитались. Вот до сих пор. Вот просто говорят, ничего не знаем, до свидания, рассчитываться не будем. То есть это для понимания бэкграунда, что такое правительство Северной Кореи. Поэтому все поставки вооружения оплачиваются. Мы не знаем, насколько там оплата идет. Только ли в валюте, только ли каких-то размороженных активов, которые были у Северной Кореи в Российской Федерации, или это золото, или это золото и активы и кэш, или это какие-то технологии, или это анонсированные поставки в обмен военной техники. Понятно, техника нужна Российской Федерации, но есть еще, не забывайте, спутниковая техника, для производства запуска спутников, это технологии авиационные, самолеты, в конце концов, могут быть, которые Российской Федерации, например, через 2-3 года может в счет оплаты этих снарядов поставить Северной Кореи. Это все может быть. По поводу агрессии на Южную Корею, все может быть. Мы не исключаем, но пока я вижу это больше как накачка, накал и бряться не от оружия, что мы можем. По-другому Северная Корея к себе внимания не привлекает. Только военный риторик, какими-то угрозами и все. Иван, спасибо вам большое за это включение. Иван Ступак, военный эксперт, с нами на связи был.